Проигравших нет. В Алексеевке прошли областные соревнования по автомодельному спорту на закрытой трассе. Участие в них приняли более 50 спортсменов в составе 13 команд. Что приводит в движение мини-болиды и что ведет к победе их пилотов в следующем сюжете. Мощный старт, казалось бы, игрушечных автомобилей и упорная борьба на почти полукилометровой трассе. Скорость совсем не детская, достигает порой 60 км в час. Полноприводные и переднеприводные радиоуправляемые модели весят более килограмма. Чтобы успешно привести к победе такой автомобиль, ребятам уже с 8 лет приходится детально разбираться в его устройстве. Они как будущие инженеры, они начинают читать кинематику машины, то есть геометрию подвески, расположение рычагов. Здесь в кружке они что-то сами рассчитывают, сами перерассчитывают, чертят, что-то не получается, удаляют, по новой делают. Сегодня я взял резину 26 градусов, так как у нас зал довольно-таки прохладный, эта резина самая оптимальная, чтобы получить максимальный зацеп на этой трассе. Член команды Белогория из областного центра 15-летний Павел Пастухов занимается автомоделизмом 4 года. Неоднократно занимал призовые места на российских соревнованиях. Прекрасно разбирается и какое масло заправить в амортизаторы, и какой двигатель выбрать для своей модели. Чтобы обладать такими знаниями, много приходится читать и общаться с единомышленниками. Меня с детства тянуло к технике и машинам, а там все соединилось, и техника, и машина есть. И плюс, когда заезд у нас длится 5 минут, и вот эти 5 минут, это от всех мыслей просто ты уходишь. То есть 5 минут – это такая маленькая отдельная жизнь, можно сказать. Даже если я проиграю, я снова получаю удовольствие. Победители автомодельных гонок представят регион на чемпионате России. Но, как говорят сами, участники проигравших на таких соревнованиях не бывает. Ведь основные достижения юных спортсменов – это приобретенные технические и спортивные навыки, умение дружить и способность проявлять волю к победе. Александр Кветко, Наталья Давыдова, Новости мира Белогорья.